Всем привет, мои маленькие любители бездонатного развития. Мы с коллегами продолжаем свой челлендж, и давайте я кратко напомню вам правила. Мы определили 5 самых простых для новичка классов в L2 Essence и решили на своей шкуре испытать их. Играем без доната и в течение месяца пытаемся круто развиваться, чтобы сойтись в финальном PvP и посмотреть, кто смог добиться успехов. В рамках правил мы еще условились обойтись в финальном PvP без временных бесплатных предметов, так как новичкам, что начнут играть по нашим роликам, все равно придется где-то их искать, как только срок действия будет завершен. В общем, ссылки на ролики коллег уже ждут тебя в описании. Выкладываем материалы мы одновременно и обязательно зацени прямо сейчас, что там у других участников. А у Овера сегодня план действий примерно такой. Закрываем ежедневные задания, ходим с кланом на боссов, решаем вопросики с местными зелеными гопниками-донатерами, добываем кучу итемов без паб-мам и кредитов и щупаем в PvP наших оппонентов. Добро пожаловать в L2 Essence. Не зависть от других, играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включая автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены, и теперь в открытом мире. Отвою их у всего сервера. Брось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй в L2 Essence на Fugame. Начнем с ежедневных занятий. Конечно же, по возможности, я ходил на волоко и старался вытащить что-то вкусное для персонажа. Пока что только всякая фигня идет, но, по крайней мере, немного расходки никогда не помешает. За неделю выпала пара временных предметов из сундуков. Я смог побегать в перчатках оглушения и с четвертой подвеской. Кстати, надев перчатки, я так забылся, что аж удалил свои. Пришлось чуть позже покупать хотя бы перчи ДК, потому что все твинки на аккаунте носят легкую броню, и нет варианта найти еще пару перчаток МЖ за ноль денег. Клановые мероприятия для новичка тоже хорошая тема, даже если вы особо не внесете импакта. Клану в любом случае очень выгодно тащить туда именно своих. Поэтому, кроме выполнения заданий на фармбоссов, вы также получите небольшую котлету денег на карманные расходы. Зацените, кстати, небольшой замес на кебере в стиле Гая Ричи. В общем, вот этот орк решил, что он тут самый главный, раз задонатил денег в игру. В наглую украл мои парики и думал, что таким образом сможет эффективно качаться. В итоге я пробую строить с ним пвп, но, к сожалению, проигрываю. Пока что мой овер не в состоянии на равных дараться с тиром 80 уровня с донатным обвесом. Но решать эту зеленую проблему как-то нужно, иначе он будет на постоянке тут тусить и отжимать фарм у простых работяг. В итоге я быстренько кидаю инфу в мировой чат, и прилетает доброволец, готовый все порешать. Как видите, как только этот позорный зеленый хрюндель увидел кого-то посильнее себя, он тут же передумал драться и начал убегать. Но в итоге все равно припал к земле. Ну, наверное, устал. Вот, надеюсь, он усвоил урок и больше не будет пользоваться силой таким образом, чтобы обижать слабых ребят. А по-хорошему, просто нужно включать вежливую охоту, и тогда вообще никогда не будет никаких подобных проблем. Кстати, о противостоянии в пвпм давайте пощупаем наших соперников. Горец пока что значительно отстает по уровню, поэтому дрался мой овер против коня СБ Шиен. И расклад примерно такой. Против Шиен я могу вытащить пока что только ничью. Несмотря на крутые дебафы, Шиен при любых раскладах неплохо отхиливается и переживает урон. Плюс из-за огромного потенциала магической атаки и стигмы, мой овер в принципе довольно сильно выхватывает. Против коня я затруднений вообще не испытываю. Бьет он очень мало и ловит на себя много моих ослаблений. В итоге, конечно, бить его нужно долго, но исход всегда один и тот же. Сначала падает призванный коня, а потом и сам призыватель. Против СБ, как ни удивительно, я тоже выступаю очень успешно. Арчи, конечно, может кинуть мне сало и даже оторвать несколько больших кусков здоровья. Но в итоге, как только на нем оказывается достаточно ослабление, он уже не представляет угрозы даже в темной трансформе. Кстати, не будем забывать о фарме разных итемов игровыми путями, а конкретно про сады. Оказывается, даже нулевый новичок, типа меня, может довольно успешно все это закрывать, при условии, что играет активно. Скорость удалось закрыть буквально вдвоем с одним из сокланов. Еву тоже закрыли буквально там с парой активных игроков, а тальсманы властителя были нафармлены хоть и немного трудней, но все же не то, чтобы было сильно напряжно. Раньше я этим не занимался особо и думал, что есть хотя бы там пара каких-нибудь подводных камней, но если выделять хотя бы несколько часов в неделю на это дело, то пачка в 40 талисманов будет у вас в кармане стабильно раз в 7 дней. Правда, необходимо отметить, что в этот раз их проточка нам особо ничего не дала и мы смогли улучшить буквально не один из итемов. Но, как я обычно говорю, чем больше траев, тем, соответственно, ближе успех, а значит с высокой вероятностью уже на следующей неделе мы сможем отсюда что-то вытащить. И еще один прикольный лайфхак, кстати, из-за того, что овер качается довольно быстро, я начал чувствовать небольшой дефицит печенья. Отличный вариант решения проблемы это прогулка на Дино остров, где за 10 минут можно выполнить задание на маленькие зеленые банки. Вполне возможно, именно это количество вам позволит выйти в плюс по печеньям и вообще не испытывать никогда их недостатка. В общем, такой у нас сегодня получился выпуск. Огромное спасибо за просмотр и совсем скоро увидимся.